Всех приветствую на канале Муравьи Ярославль. Сегодня у нас будет в поисках маток. Сегодня очень классная погода, давно такого не было. По-моему, 21 градус, если не ошибаюсь. Довольно тепло, поэтому мне что-то подсказывает, что сейчас должны массово лететь поликтены. И поскольку сейчас тепло, вполне себе могут лететь герки. Вагусов у меня нет. Поэтому давайте искать. И вот смотрите, первого, кого я поймал, это у нас опять поликтена. Это у нас поликтенка, друзья. Это хорошо. Там еще кого-то вижу. А нет, это просто муравейник нигеров. Место здесь достаточно интересное. Я здесь редко кого-то вижу, но вот сейчас попалась на глаза поликтенка. Тут всякие формики, лазиусы, много кого есть. В том числе и маточки тоже есть. Предлагаю еще пройтись туда, посмотреть, как там у нас поживают наши поликтены. Кстати, хочу сказать, что у нас уже, у фусок, есть маточные коконы. А значит, что в ближайшие несколько недель должны полисеть фуски. И это вот хорошо. Ребят, смотрите, какое здесь интереснейшее место. И знаете, кого я здесь поймал? Ай, ни за что не догадаетесь. Ой, у меня еще фуска здесь попалась. Короче, ай. Меня кто-то кусает. Смотрите. Видите? Это у нас муравьиный лев. Муравьиный лев. Хотел я себе его найти, но вот что-то не думал, что... Не знал, где его встретить, точнее. Ну-ка, уйди отсюда, фуска, уйди. Вот. Так что, возможно, про него тоже сделаем ролик. В принципе, прикольная штука. Вон тут всякие жуки. Я вообще в них не шарю. Короче, потом, если что, в комментариях напишите, кто это. Место здесь достаточно интересное. Нашел его вот в такой воронке. Там что-то палочкой потыкал, потом вытащил той же палочкой. Вот. Тут еще было несколько таких воронок, но, к сожалению, я смог найти только одного. Но мне, в принципе, один и нужен. Ребят, смотрите, поймал еще одного муравьиного льва. Вот здесь две лунки. Вот он там у нас сидит. Так, видно? В принципе, должно быть видно как-то, да? Надеюсь, вы его увидели. Вот. Здесь, кстати, тоже есть мертвые фуски. Я думаю, этого льва посажу ко второму льву, чтобы мне шприцы не занимать. Потому что я планирую сегодня много кого найти. Ну и подобрался я с вами к нашему знакомому муравейнику. И что вы думали? Они снова летят! И, скорее всего, большая часть уже отлетела. Потому что уже вторая половина дня. Ну, вон, там какие-то маточки еще есть. Интересно. Давайте посмотрим еще тот муравейник. И, скорее всего, мы с вами найдем еще поликтен. В принципе, это нормально. Они выпускают самок и самцов целое лето небольшими такими партиями. Так что, то есть, это не как там каких-нибудь ниггеров, у которых там один массовый лед. Нет. Они выпускают так. Все лето, но по чуть-чуть. Да, друзья, вот этот муравейник, скорее всего, тоже выпускал. А уже выпустил, там, самцы уже, скорее всего, сюда вылетели. Вот. Поэтому сейчас самое время искать маток. Вот прям вот как раз. Уже все отлетели. Осталось их только найти. О, смотрите, кого нашел. Это красавица Асанемка. Видно? Вот, убегает. Это Асанемка. Ее довольно часто путают с матками. Новички. Вот у нас есть такие красивейшие герки. Не знаю, летели ли они. Очень надеюсь, что да. В принципе, должны были быть. Вот. Герки у нас летели. Я знаю даже это вам подтверждение. Ну, вообще, я имею в виду. Вообще. Вот, там какой-то человек писал, что в Ярославле вот он видел лед герков. Я, к сожалению, этого пока что не видел, этого события. Но, по идее, сейчас должны быть уже матки. Потому что уже время пришло. Пока вижу только рабочих и солдат. Оба нас. Смотрите. Походу, действительно лед у герков. Смотрите, значит, вот тут, 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 тут у нас повсюду герки. Вот, здесь много рабочих. Кстати, вот где вот у них муравейник конкретно я так и не нашел. Во, смотрите. Нифига себе тут солдаты у них. Да, сто процентов. Сто процентов лед. Вон они как. Нифига себе тут. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Вон, смотрите. Куча, просто куча этих герков. Скорее всего, у них лед. Где-то 80% даю, что у них лед. Вот, если сюда немножко спуститься. Вон, 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 а забегали. Вообще, капец. Нифига себе их там. Блин, вот герка я прям очень хочу дойти. Очень они красивые, очень классные. Только вот вопрос еще. Где конкретно муравейник? Я так и не нашел. Будем искать. Да, вижу самцов. Вы же видите? Вот эти вот черные штуки. Я не хочу близко подходить, не хочу спугнуть. Это, короче, летят герки. Первый раз вижу лет герков. Подожди, это что, вагусы, что ли? А нет, это герки. Фига у них огромные солдаты. Офигеть, просто. Ну-ка, маточки есть? Нет, пока что только самцы. Пока что там только самцы. Ладно, окей. Окей, ребята. Я вам мешать не буду. Я обойду. Возможно, они уже отлетели. Блин, это круто. Первый раз вижу лет герков. Вот это прям офигенно. Очень надеюсь, что поймаю их матку. Ребят, смотрите быстрее, пока не утащили. Фуски с маточными коконами. Офигеть, как их много. Маточных коконов. Просто огромное количество. Мы сейчас уже почти утащили. Случайно шел тоже муравейник. О! Полик, наверное. Сюда. Походу, у них тоже, что ли, лед? Или типа того? Это вообще довольно-таки большой муравейник. Тут вон оттуда к нему пищевые тропы всякие. Но самый большой муравейник где-то там. Не помню точно где. Вон там прям офигенно большой муравейник. Прям очень. Так, я сейчас вот сюда пробрался. Такое небольшое, такое, ну, не сказать, что прям интересное, но такое неплохое место. Тут тоже всякие формики, кампы. Я хочу дойти вон до туда. Там вот есть кое-что поинтереснее. Там у нас герки и тетры есть. Вот. Ну, единственная проблема в том, что здесь у нас могут быть змеи. Вот. И еще я достаточно легко одет. Надеюсь, никаких клещей нету. Вот. Так что... Кто там у нас? Никто. Какая-то формика. Вот это место. Классное место. Здесь много всего есть. Вот обожают такие вот места. Такие солнечные прям. Тут очень много всего есть. Те же самые муравьи и львы здесь тоже есть. Кого здесь только нет. Даже не знаю, кого здесь только нет. Давайте искать, смотреть. Вот здесь, например, сразу видно, что кто-то есть. Ну, понятно, нигер. Вот. Большое отверстие. Но это не муравьиное, скорее всего. Дальше. Здесь у нас есть с вами еще один муравьиный герковк, который, скорее всего, тоже где-то летит. Вот где он... Я понять не могу, но... Он где-то летит. Тетры здесь есть, но они довольно-таки скрытные. И у нас они сейчас еще не летят. Им еще рано. И вообще я тетров тоже не видел никогда лет. Поэтому... О! Вот тетры, что ли. А, нет, это нигеры. Опять. Опять нигеры. Ну, что такое-то? Кстати, я вот подошел к месту, где у нас рядом там фули. Поэтому к фулям мы тоже с вами зайдем, проведаем, как там они... Скоро еще нигеры полетят. У них тоже есть маточные коконы. Уже... Тоже через пару недель буквально. Ну, здесь фуски, понятно. Короче, у нас... Короче, всякого добра здесь навалом. Ждем, в общем, некоторое время. И возвращаемся, короче, к геркам, муравейнику, который летит. Я надеюсь, он успеет отлететь. И сегодня мы с вами поймаем несколько маточек. Так, значит, прошел где-то час. Я нашел еще одну матку поликтен. Значит, сейчас я иду обратно к геркам. Очень надеюсь, что сейчас они уже отлетели. По идее, это и так. Это так, да. По идее, это так. И я очень надеюсь, найти матку. Очень надеюсь, найти матку. Никогда еще, кстати, не видел матку герков вживую. Короче, нашел я еще одного третьего муравьиного льва. Вон он там. Вот. Уже три муравьиного льва. Не знаю. Возможно, их в ротик даже продают, поэтому... Возможно... Ну, я только там рублей за 100-200. У меня в группе ВК, скорее всего, вы сможете их купить. Вот. Потом как-нибудь об этом что-нибудь напишу там. Ссылка на ВК будет в закрепленном комментарии. Сейчас идем к геркам. И очень надеюсь, что там есть матка. Ребята, все. Они вылетают. Вон, вижу. Офигенно крупных. Вы посмотрите, какие они огромные. Я не знаю, видно вам что-то или нет. Скорее всего, нет. Они вот так вот потихоньку вылетают. Блин, прикиньте, как они долго вот так вот готовятся. Опа. Матка. Смотрите, бежит матка. Кстати, она, скорее всего, уже оплодотворена. Мне что-то подсказывает, что да. Потому что она кажется... О, ё-ка ламане. Она прям огроменная. Смотрите, это же прям какой-то гигас. Ё-моё. Нет, я знаю. Ё-моё, ребята. Это не герки. Это лигниперда. Блин, этих товарищей нельзя пропускать. Просто. У них там небольшой, блин, кипиш. Они... Блин, матки там сейчас, скорее всего, будут заходить. Фига себе, она огромная. Просто гигантская. Это, по-моему, самый большой муравей в Европе. Насколько я знаю. Могу ошибаться. Почему я её взял? Хоть она крылатая. Объясняю. Она, во-первых, была в некотором расстоянии от этого муравейника. Кстати, смотрите, кто это у нас? Это у нас рабочий, походу, да. Да. Офигеть. Вот. Она была в некотором расстоянии и, похоже, хотела уже сбросить крылья. Исходя из чего я как раз сделал вывод, что она, скорее всего, уже оплодотворена. Но это не точно. Это не точно. Блин, я прямо чувствую, как она вот так падает. Офигеть. Это лигниперда. Я не знаю, мне переполняют эмоции. Это, блин, лигниперда. Кого-кого? Лигниперду я точно не думал встретить. Они у нас, конечно, есть. Но я думал, что это герки. Ай, фокусируйся. Я, блин, реально думал, это герки. А это лигниперда? Блин, я очень надеюсь, что она оплодотворена. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Так. Давай фокусись. Во. Она здоровенная просто. Короче, сейчас ходим и смотрим здесь лигниперд. Блин, ну, мне кажется, их будет легко найти, потому что они супер здоровые. Просто. Там до этого они, получается, выпустили самцов. И вот сейчас выпускают самок. Интересно, как у них всё там. Офигеть. Ну-ка. Кто-то... Опа, поликтен. Ё-моё. Короче, давайте, сейчас я буду всех ловить. Вы даже не можете представить моё счастье. Они супер классные. Блин. Я сегодня спать не буду, но их поймаю. Отвечаю. Потому что попасть на их лёд, это, конечно, да. Возможно, я путаю. Возможно. Не исключаю этот факт. И это не лигниперды. Возможно, это всё-таки герки. Но. Поскольку у матки там был первый сегмент брюшка чёрным. Ой, я, блин, красным. Это лигниперды. Короче, я буду ещё точно определять. Но они явно больше вагусов. Гораздо больше. Вон какой-то жук есть. Не знаю, кто это. Короче. Блин, ждём. Ждём и надеемся. Очень надеюсь, что, во-первых, та, которую я поймал, была дотворена. Также ещё очень надеюсь, что найду ещё маток. Так, я решил немножко отойти от лигниперд или герков. Кто они там, я пока что точно сказать не могу. Смотрите. Возвращаемся к фулям. У нас в прошлом, в прошлый выходной был стрим в поисках маток. Тогда они не очень летели. А вот сейчас вполне себе летят. Как вы понимаете, их здесь, мягко говоря, много. Но проблема в том, что вряд ли они сегодня полетят. Скорее всего, они будут собираться. Отлетит какое-то небольшое количество. А в итоге можно будет поймать, ну, одну-две матки. И то, скорее всего, крылатые. И то, скорее всего, неоплодотворённые. Так что, вот. Пойду ещё тут, тот муравейник проведаю. Значит, похожу ещё, посмотрю. А у них ещё проблема в том, что матки маленькие. И мало чем отличаются от рабочих. Таким образом, их можно легко пропустить. Вот. Но я поищу. И здесь тоже у нас, ребят, классика. Ну, а здесь поменьше. Обычно в пике лёта они вот тут прям до верху забираются. Классные муравьи. Мне очень нравятся, но маток их получится вряд ли найти. Но если получится, это будет что-то. Обожаю их. Похожу сейчас всё тогда, посмотрю. Может быть, их найду. Хотя вряд ли, но мало ли. Вот. Опа-на, смотрите. Кто это тут у нас? А, нет, это рабочие. Вот видите, о чём я и говорил. У них рабочие очень похожи на маток. И наоборот. Вот. Сейчас тогда поищу фуль. А потом вернусь к геркам-легнипердам. Пока что не знаю, кто это. Конечно, вот. Смотрите, редкие кадры. А на них редкие муравьи, а именно формика Трункорум. Как я понял. Да, Трункорум, скажите. Вот. Они завалили личинуса. Чей это личинус, я не знаю. Даже знать не хочу. Но круто, что они его завалили. И дружно тащат свой муравейник. Кстати, вот он. Как я понял. Вот так у них выглядит муравейник. На самом деле, чтобы познали, таких муравейников... Ну, Трункорумов... Трункорумы у нас не такие уж редкие муравьи, как оказалось. Раз, два, три муравейника точно есть. Уже знаю где. Ну, я показал сейчас. Так что вот. Очень надеюсь на то, что поймаю их матку. Потому что муравейки офигенные. Так что вот. Ну, фуль я, к сожалению, маточек не нашел. Ну, как и предполагал. Скорее всего, через пару недель только появятся. Вот. Значит, сейчас возвращаемся к... Лигнипердам. И ждем. И надеемся, что они сейчас отлетят. Так что вот. Я очень надеюсь еще то, что... Ту матку, которую я поймал, она все-таки оплодотворена. Вот. Ну, потому что она как-то была отделена, скажем так, от всего остального стада. Если так можно назвать. Так что вот. Поэтому есть шанс, что она оплодотворена. Ну, если что, если я никого не найду, я ее оставлю. Если кого-нибудь еще найду, то тогда эту маску тоже выпущу. Очень надеюсь найти этих муравьев. Очень прям классная. Друзья, проблема еще в том, что у нас уже вечереет. Уже полшестого. Вот. А солнце садится. Начинает садить. Потихоньку, скажем так. Значит, так, прыгаю. Снять нормально. Вот. Надеюсь, что они отлетят сейчас. Потому что потом мне идти не хочется. Потому что просто-напросто лень. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас найду хотя бы парочку маток ливниперт. Муравьи очень классные. И да, скорее всего, с вероятностью, ну да, допустим, 80% это леньперты. Потому что у них первый сегмент брюшка красный. Короче, значит, нашел еще, по-моему, 4. Да, 4 муравьиных льва. Все прикольно. Скорее всего, наверное, возможно, точнее, ВК сделала конкурс. Потому что, ну, мне они особо не нужны. Что от них толку? Вот. Просто так, ну, покупать вряд ли кто будет. Потому что точно так же сами могут спокойно найти. Поэтому, скорее всего, сделаю конкурс на них. Если это, конечно, вам надо. По поводу поликтен, ну, стабильно. Больше нечего сказать. Так что вот. Ливниперту пока что сделаем перерыв. Опять где-то на полчаса. И потом уже будем искать. Они сейчас уже прям готовятся. Вот прям вот почти-почти вылетают. Так что вот. Короче. Сейчас у нас по времени 18.45. Прошло полчаса. И что мы видим? Значит. Раз солдаты до сих пор здесь едят. А матки? Матки немного... Маток поубавилось. Но они все равно здесь есть. Вон они. А есть два варианта. Либо они вылетели. Либо они спрятались обратно в гнезду. И вот теперь кто его знает? Кто его знает, что они сделали? Но я их еще здесь поищу. Может быть найду. Не знаю. Очень надеюсь. Очень надеюсь. Блин, ну не будешь же с ними так же, как с фулями? Что вроде вы полетели, а вроде еще две недели собираются. Не дай бог. Что-то собираются. Блин, в чем проблема вылететь? Я не понимаю. Вот этот вот. Вот эти товарищи. Пложе. Они либо вылетели все, либо забрались назад. Я не знаю. Короче. Будем искать. Да. Будем искать маток. Очень я хочу их найти. Просто офигенные муравьи. Фига, друзья. Вот это неожиданность. Сколько раз вот так вот ходил, и не видел этого муравейника. Как будто только сейчас появился. Причем, кстати, на самом деле совсем молодой. Буквально пару лет всего лишь-то. Поликтенки, скорее всего. Офигенно. К сожалению, Легниперт маточек я так и не нашел. Но я не оставляю надежды, не теряю надежду, и продолжаю искать. Надеюсь, хоть одну нормальную матку я найду. Ну, вон, типа, вон рабочие есть. Рабочих, да, очень много. Но вот маточек я, к сожалению, не вижу. Я очень надеюсь, что они все-таки вылетели, а не ушли назад. Потому что, если ушли назад, это еще неизвестно, когда они окончательно будут вылетать. Проблемки с ними, конечно, такие вот есть. Ну, ладно, тогда пока я поищу. Если что, вам еще видео запишу. Так вот, друзья. Похоже, да. Я походил тут ни одной матки. Похоже, они решили перенести лед на завтра. По поводу той матки и крылатых, которую я поймал. Я все-таки надеюсь, что она оплодотворена таким-то чудом. Значит, если она завтра не скинет крылья, я ее выпущу. А если скинет, тогда офигенно. Не совсем получился такой в поисках маток, как я бы хотел. Я его, скорее всего, назову в поисках маток или гниперт. Вот. Но, скорее всего, скорее всего, друзья, будет вторая часть. Скорее всего, будет вторая часть. Потому что, если они сейчас не отлетели, значит, отлетят потом. Значит, летят в следующий выходной. Возможно, погода не совсем такая классная, как им бы хотелось. Возможно, они завтра полетят. Кстати говоря, завтра же я все равно еще в деревне. Правда, и утром уезжаю, но все равно некоторое время в деревне буду. Возможно, успею сбегать и посмотреть, что там как. Так что, вот. Ну и пока что... Вот, смотрите, вот они. Сейчас покажу вам. Вот они. Красавица, но, к сожалению, не полетели. Ну, или полетели, но как-то таким уж образом, что прям вообще ни одной матки нет. Так что, друзья, получилось у нас в поисках маток не совсем такой, какой я бы хотел. Но, тем не менее, мы с вами хоть что-то поймали. Это уже хорошо. Вот, значит, поэтому всем удачи. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в закрепленном комментарии на мой Телеграм-канал и группу Телеграм. Ссылка тоже в закрепленном комментарии. У меня уже вечер, солнце садится. Поэтому всем удачи, всем пока-пока. Продолжение следует...